всем привет дорогие друзья с вами еген немов я музыкальный мастер радость мастерской внизу в описании к этому ролику сегодня хочу поделиться с вами секретом покраски музыкальных инструментов шалаком то есть даже не самой покраски там особо секретов конечно нет очень понятно что вы делаете это все тампоном сначала то есть на хорошо зашкоренную поверхность там раза три-четыре прошли прошкурили опять прошли прошкули прошли прошкули вот но вот сама финишная покраска да она как бы имеет свои нюансы то есть мне вот этот способ показал один старый мастер гена мальцев царство ему небесное вот так край красят скрипки вообще ну и всякие старинные инструменты то есть когда шалаком уже все пройдено вот берем тампончик на руку вот так и маслица чуть-чуть масло johnson's baby начинаем просто вот так вот натирать инструмент масло с флагом процессе вот этой процедуры тепло от руки она делает масло с флагом чуть пожиже и растворяет вот этот вот верхний слой растапливает его и таким образом получается у нас великолепная такой блеск великолепный и чем больше вы так делаете тем лучше можете хоть целую неделю потом масло выйдет наружу и можно будет стереть тряпочкой и на полировать поверхность пастой мобильным 3м хорошая паста я вам покажу вот такая такая паста красный колпачок очень хорошая вещь рекомендую вот самый большой плюс вот этого способа покраски инструмента то что вы можете самые труднодоступные места пройти то что тампоном не получается тампоном оставляет очень грубые следы а кожа человеческая она все-таки идеально для того чтобы полировать голову он голова сейчас покажу может видно не видно будет вот я вот так вот обтираю обтираю все так я говорю что скрасили скрипки мандолины лютни все старинные инструменты так красиво масляный лак то есть либо шелак с маслом 50 на 50 либо делся масляный лак скрипичный я к сожалению там рецепты не знаю но его можно найти в общем кому надо я скрипку меня сушки занимаюсь но это такой лак который сохнет очень долго там масляный домарный он похож на домарный лак там гомиараб гумиарабик там присутствует это вот такая смола все это очень долго сохнет и довольно таки дорого ну такими лаками красят скрипки я ланчей ну там такой старинные вот некоторых местах можно сконцентрировать свои усилия сделать вот прям чтобы все блестела ну собственно как бы принципе конца и края здесь нет можете этим заниматься хоть год подряд хоть и полгода просто получается причем большего и вот так и лозите тем больше на это самое нарастает слой лака это может быть конечно хорошо но если лак очень такой вот прозрачный да тогда это хорошо но если лак имеет желтовой цвет то слишком большой слой просто замутнет всякие контрастные места это будет не очень хорошо выглядеть поэтому слой лака надо контролировать чтобы не испортить внешний вид контрастных таких вот деталей понимаете да можно взять тампончик и еще раз пошерстить тампоном тоже хорошо потому что он более такой особенно если разогнаться вот и заполировать рукой все тепленькой рукой все будет хорошо вот я снимаю вам ничего не видно никак не могу штатив себе купить вот так вот получается что да такая все блестяще вот такая гитара получается я и вообще полностью ободрал то есть кроме грифа гриф здесь вот шейку грифа я не трогал вообще вот это вот место я вообще не трогал трогал только вот эту часть эту и весь корпус все не обдирал гриф я не обдирал потому что он был хорош а почему я стал это делать потому что заказчик сказал что ну говорит вот тут пятна были значит на этом когда много масла то потом изникают седые пятна такие белые белесые такие проплешины такие в общем он говорит я хочу чтобы этого не было я курил кей взял сашку сошкурил это все дело сциклевал вот все это и заново покрасил это палисандр такая гитара сейчас она я дам ей немножко это подвялиться чуть-чуть и опять буду продолжать полировку вообще рукой очень приятно это все делать потому что ты чувствуешь все вот эти вот куда надо залезть а уж и сам пончиком она не так удобно но еще хорошо если так вмазать 100 грамм водки например и вот так вот вдохнуть она как это спиртовые пары из кожи она все будет ух блестеть просто так что пользуйтесь старой школой старых наших прадедов вот я сегодня уже мазал чуть-чуть поэтому есть пары алкоголя очень хорошо растворяет верхний слой более с температуры руки очень здорово работает все получается просто по красоте потом конечно надо будет полирнуть этой пастой тремовской тогда вообще будет зеркало ну так вот можно наносить конечно бесконечно вот этот слой располировывать его разогревается вот он тепленький становится чувствую надо чувствовать рукой вот такой результат получается очень хороший кстати и вообще она потом становится такая приятная на ощупь вообще вот эту голову пролетки тоже вот пальцем раз туда это залез там нас раз пошебуршил и все нормально вот так вот все мы проходим в жопу всю сейчас подглажу здесь тоже тампоном хорошо заглаживать такие небольшие если увидите вот такие неровности хорошо здорово за это сами ну вот собственно пока что и все наверное сейчас повешу ее подсыхать подвяливаться все подписывайтесь на канал приносить приносить свои инструменты в ремонт реставрацию всем пока